Продолжение следует... Да, у меня, ну, как вам сказать... Есть мужчины, которые являются подкаблучниками, они не признаются в этом и себя ставят, как будто это не так. На самом деле они приходят домой, они сразу становятся подкаблучниками. На улице они другие, там они другие. А вообще, если мужчина действительно в хорошем смысле подкаблучник, он должен в этом признаваться самому себе и другим тоже. И это не так уж, скажем, так унизительно. В своем прошлом я бы хотел изменить, чтобы больше слушались меня, а не я слушался кого-то. Ну, это и относятся, конечно, и родители. У нас в узбекском менталитете есть, что мы обязаны слушать своих родителей, мы обязаны слушать старших и прочее, прочее. Но если бы сейчас, вот как в наше время, в современное время, дают мы своим детям, вот, разрешаем, мы их слушаем, мы им даем право, чтобы они решали это сами, тогда бы было бы совсем все по-другому. Это в выборе профессии, это в выборе всего, как вообще жить. У меня очень много смелости. Наоборот, нету ни смелости. На все хватает смелости. Есть. Он, ну, его не нужно придумывать, он уже есть. Там он давно 10% таланта и 90% трудоспособности. Всего лишь 10%? Да, оказывается. Поэтому можно быть не так уж сильно талантовым, но если ты будешь бить в одну точку все время, и ты будешь очень настойчив, то можно добиться успеха. Даже если ты бездарный. На право, только на право. Потому что, когда я лежу так, я сразу начинаю храпеть. Все самое лучшее, все самое дорогое, все самое фешенебельное, люкс, все для любви на человека. Даже жизнь могу отдать. Для вашего сайта я желаю вам хорошего, бесперебойного интернета, чтобы он у вас не зависал, чтобы он был быстрее, чтобы он был дешевле, чтобы он был интересный, чтобы он был не по знакомству, чтобы там были настоящие интересные новости о настоящих людях, которые болеют и любят свою профессию. Субтитры создавал DimaTorzok